Мы все живем в другой реальности Я против этой мыслительной конструкции Давай сейчас немножко оппозиции Статус признания Критиковал многие вещи Вы этому удивляетесь? Все-таки октябрь 17-го года Ну не напали же! Это не пропаганда, это факты Нужно избегать вранья Чей раб Юрий Адутич, скажи мне? Я бы ему реально в лицо плюнул Друзья, мы запускаем новый формат Метаметрика Live Каждую неделю в понедельник в 19.00 Мы проводим стримы нашей дружной командой Где обсуждаем самые разные новости Связанные с политикой, обществом, с культурой Со спортом, естественно много юмора Много интерактива, мемов и так далее Поэтому обязательно подписывайтесь на канал Метаметрика Live Ссылка на этот канал есть в описании под роликом Также обязательно переходите на наши Альтернативные площадки во ВКонтакте На Рутюб, в Яндекс.Дзен Для того, чтобы в полной мере Насладиться интервью с Николаем Соболевым Без цензуры И не забывайте ставить лайки Подписываться на нас на всех площадках В том числе и в Телеграм-канале И, конечно, мы ждем ваши комментарии Кстати, самые интересные и необычные комментарии Мы будем разбирать у нас на стримах На Метаметрика Live Поэтому обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Метаметрики нужна ваша поддержка Здравствуйте, товарищи и креативные господа Я Никита Данюк И это Метаметрика И, как обычно, по традиции Мы сверяем показатели барометра Общественных настроений Идей, мыслей, эмоций И сегодня у нас в гостях Уникальный человек Которого мы звали в одном статусе А пришел он к нам в другом статусе В гостях у нас Николай Соболев Иностранный агент Блогер, но я согласен Наконец-то Российской Федерации Обязательно буду добавлять Признан Минюстом России Иностранным агентом Николай, спасибо большое, что нашел время и пришел Мы долгое время вместе с командой Собственно, хотели, чтобы ты к нам пришел Когда ты еще не был иностранным агентом И вот ты сейчас иностранный агент Твои ощущения, твои эмоции Вот один статус, да, просто блогер Лидер общественного мнения, миллионник Человек узнаваемый Все то же самое вроде бы осталось Но при этом есть еще плашка Иностранный агент Как это на тебя повлияло? Вот твое ощущение Что-то прибавилось как будто бы Но в первые месяцы ты этого, во-первых, не ощущаешь Представляя себе разное на перспективу То есть в данный момент времени Я не испытываю никакого давления Из-за того, что я стал иностранным агентом Тучи не сгустились вокруг меня Ты не чувствуешь себя врагом народа В первый день, кстати говоря, когда меня только признали иноагентом Я шел по улице, на меня оборачивались люди И мне начало казаться, что они оборачиваются С какой-то новой эмоцией, знаешь Ты как бы ждешь, что кто-то подойдет к тебе Там плюнет в лицо, скажет Ты предатель Родины И так далее А смешной момент был на самом деле сейчас Мои друзья были в Грузии И они катались там на лыжах И моя подруга сидела на подъемнике С одними ребятами Которые начали меня обсуждать при ней И начали говорить, что они меня смотрели до этого А потом, после того, как я там условно начал высказываться Как-то условно и в поддержку И более комплексную позицию выражать То есть более взвешенную Они просто при моей подруге начали говорить что-то вроде Блин, ну этот Соболев, конечно, я бы ему реально в лицо плюнул Они поворачиваются к моей подруге И спрашивают у нее Ты это видел? Ты знаешь, кто это такой? И так далее То есть какие-то такие вот разговоры И подруга говорит, и не говори Я, ну да, я как бы Понимаешь, для меня удивительно то, что Нет до сих пор в нашем законодательстве Конкретного пояснения За что тебя признали иностранным агентом То есть то, что мне приписали Это я высказывался, критиковал граждан Российской Федерации Что значит я критиковал граждан Российской Федерации? То есть если я критикую, например, Соловьева То я иноагент Вот смотри, тут такая очень интересная история У нас в гостях был Стас Айкак Просто Тоже популярный блогер Его тогда иноагентом сделайте, пожалуйста Он, кстати, в рамках наших выпусков Обязательно посмотрите Критиковал Соловьева Критиковал многие вещи Удивительным образом через месяц он стал Участником программы Соловьев Live Поэтому, Коль, смотри, наша задача минимум примерно такая Вот с помощью нашего интервью и выпуска Сделать так, чтобы Николай Соболев создал прецедент И после метаметрики лишился статуса иностранного агента Ну, мне кажется, это было бы интереснее Потому что не поясняют, за что тебя туда включают И совершенно не поясняют, как ты можешь оттуда выйти Совершенно непонятно Я лично не считаю себя иностранным агентом Как минимум потому, что у меня нет никаких западных кураторов У меня нет никакого иностранного финансирования Со мной никто не связывался Я гражданин Российской Федерации Который выражает свою искреннюю позицию И позицию огромного количества моих зрителей Которые подписаны на мой канал И я более чем уверен, они думают в похожем русле Вот смотри, вот у тебя большая аудитория Более того, ты, ну, можно сказать, топовый блогер Причем, который не за последние, там, один-два года, да, стал известным А еще там, с Раком Акафо можно вспомнить Девять лет, десять лет в следующем году Давно, давно ты в этом деле И, в общем, не теряешь кондиции Вот после этой плашки Иностранный агент После этого статуса Ты сказал про аудиторию Твоя аудитория, ядерная аудитория, понимаешь, о чем я говорю Как она отреагировала? Очень по-разному У меня аудитория разношерстная Потому что выражаю я позицию комплексную Иногда приходят люди, которые больше придерживаются Более консервативных, так скажем, взглядов Иногда там леволиберальных пользователей у меня тоже много Еще с тех самых незапамятных времен Когда в России проходили митинги Я без стеснения скажу, что я в митингах участвовал Даже если сейчас вернуться там назад в прошлое Я бы поучаствовал в митингах И я могу объяснить свою позицию В Болотной или в поддержку Навального? Нет, в Болотной я тогда еще в политехе учился на первом курсе Когда не допустили независимых кандидатов в Мосгордуму Тогда были, да, серьезные, значительные митинги Я выходил Поэтому с тех времен у меня тоже есть аудитория, которая часто поддерживает любой мой выпуск Связанный с критикой пропаганды российской То есть у меня много было таких выпусков Когда я обозревал наши насущные проблемы И эти люди, они были, естественно, в восторге Когда меня признали инагентом Признание Поздравляли там, знаешь Было ощущение, что это какой-то статус признания Мол, тебя заметили и это круто Я лично так не считаю, что то, что меня заметили таким образом, это круто Я лично не горжусь никак этим статусом Естественно, как многие люди, которые сейчас за рубежом сидят и говорят А почему Соболева признали инагентом, а нас не признают инагентами? Обидно Мы же тоже много говорим критических вещей То есть вот такого нет у меня Нет такой какой-то гордости Потому что я прекрасно понимаю, что Если я хочу остаться в этой стране Я хочу остаться в этой стране То никто не может дать мне гарантию Что будет через 10 месяцев, через год, через полтора года Как ужесточаться рамки пребывания инагентов в нашей стране Ну и как минимум вот такая практическая сторона вопроса Ну хрен тебя, кто как бы куда вот позовет выступить сейчас Потому что людям не запрещают звать Но люди самоцензурируются И не приглашают иностранных агентов Потому что авось, что будет после того, как мы его позовем На самом деле это очень интересная история У нас тоже есть там своя ядерная аудитория Но мы всегда на площадку пытаемся приглашать людей разных абсолютно взглядов И да, ты иностранный агент Но на мой взгляд, твоя позиция по многим вопросам Это мое оценочное осуждение Я не хочу противоречить Миньюсту или еще кому-то Она вообще не вяжется с тем лагерем За последний год экономика изменилась настолько Что полностью перевернула некоторые отрасли И именно в таких условиях в компаниях растет спрос на профессиональных финдиректоров Подприниматели это хорошо понимают И готовы либо платить финдиректорам большие деньги Либо обучаются сами Ведь финдир это тот человек, который оптимизирует затраты бизнеса Умеет просчитывать и предотвращать финансовые риски Тем, кто хочет быстро научиться разбираться в финансах Академия Эдюсон предлагает практический курс «Финансовый директор» Его разработали совместно с Мегафон, Эйвон и другими известными компаниями Он поможет как новичкам, так и опытным специалистам Преподавателями курса стали эксперты Высшей школы экономики Гарварда, Стэнфорда и Лондонской школы бизнеса Большая часть занятий практическая На примере 17 бизнес-кейсов вы узнаете Как быстро улучшить свои знания в финансах Найти перспективную работу Или претендовать на повышение Полное погружение в профессию уже за 3-4 месяца Весь процесс обучения легко вписать в свой привычный график Ведь под каждого ученика строится индивидуальная программа А при необходимости занятия можно поставить на паузу И все это время ученикам помогает личный куратор Все материалы курса и его обновления останутся у вас навсегда А официальный диплом подтвердит вашу квалификацию Ну и самое важное После курса Академия Эдюсон поможет с трудоустройством Чтобы записаться на курс Переходите по ссылке в описании или по QR-коду Введите промокод Метаметрика И получите скидку 60% А также личную консультацию с экспертом в подарок Давай сейчас немножко о позиции поговорим Давай, конечно Прошло уже больше года с 24 февраля Мы все живем в другой реальности Информационной реальности Законодательной реальности и так далее Вот история с иностранным агентством Да, это, ну прямо скажем, не очень приятная история Но ты свое мнение и свою позицию как выражал Так выражаешь и доносишь, собственно, до людей Я правильно понимаю? Ну, естественно, и буду продолжать это делать Что самое главное, моя позиция Никаким образом не изменяется На протяжении последнего, на самом деле, года С момента, как все это началось Хотя многим людям может показаться Что где-то я переобуваюсь в воздухе Но на самом деле С того момента, как началась Я, естественно, как и многие люди Абсолютно был в шоке от всех этих событий Начал разбираться И сейчас, там, спустя год Мне уже даже, честно говоря, непонятно Как некоторым людям по-прежнему непонятно Некоторые фундаментальные вещи Которые касаются истории И предпосылок этого конфликта И я могу объяснить, против чего я выступаю И в чем заключается моя позиция в первую очередь Я выступаю категорически против Той мыслительной конструкции Прозападных, там, либеральных Оппозиционных блогеров, политиков Которые выражают мнение, положение Что эта с*****, которая началась Она произошла без каких-либо причин И она началась только потому Что кто-то сошел с ума И кто-то решил захватить какие-то территории И это могли сделать только ужасные русские Ужасные русские люди Которые коллективно Еще и поддержали это решение Поддержали, да И только наша страна, только россияне Вообще способны на такие ужасные вещи В 21 веке Вот эта мыслительная конструкция Она не выдерживает никакой критики Она полностью неверная Начиная сначала и заканчивая концом То есть каждый пункт этой конструкции Он неверен Были основания, безусловно И были интересы геополитические У России, которые сложно не признавать Подробнее Я потому что внимательно посмотрел Интервью с Ксенией Собчак Вот у Платона есть 4 состояния сознания Это вот та самая наука диалектика То есть вот с помощью диалектики Мы можем о чем-то говорить С большей уверенностью О чем-то с меньшей уверенностью Но выражать какую-то истину Категоричным суждением мы не можем Потому что суждение – это определение Истина, она бесконечна Когда мы ее определяем Мы задаем словесный предел этой истине И я тебе дал определение Что такое истина И это единственное определение Которое может быть Это как есть Как ситуация эта на самом деле разворачивается Вот мы не знаем Пока не знаем всех причин Всех факторов Всех эмоциональных факторов Эмоциональных оценок Всех участников этого геополитического проекта Мы не можем ничего на самом деле выражать И если ты с этим не согласна То ты споришь не со мной Если ты ничего не можешь выражать Зачем ты делаешь свои программы? Я еще раз Ты же выражаешь свое мнение Я не выражаю свое мнение Я первое, что делаю в своих, как ты говоришь, программах Мы ничего не выражаем Да, да, мы ничего не выражаем И дальше час выражаешь Кстати, опять же, это мое оценочное суждение Я не желаю никому этой участи Но с точки зрения контента Ксения Собчак и то, что она делает И ее позиции Но они более близки к статусу иностранного агента Чем, например, у Николая Соболева Но это мое точное зрение Я тоже так считаю, допустим Все мы знаем, почему Собчак не делает иностранного агента Ты красиво просто раскладываешь Очевидные вещи Основы Это основы геополитические Ксении Собчак А она делает вид, что она их не понимает Давай поговорим про все не так однозначно Я много раз говорил И готов у тебя повториться Что вот этот миф, который внедряют нам в голову Я уж не знаю, он внедряется специально По чьей-то указке по методичкам Запада Или это происходит естественным способом Но миф о том, что все однозначно Это самый тлетворный И самый деструктивный миф Который влияет на всех нас Заставляя нас какое-либо критическое мышление В принципе отбросить Конкретный вопрос Кто на кого напал Это однозначный ответ на этот вопрос Или неоднозначный? Ты уверен, что я могу отвечать Вот настолько однозначно на эти вопросы Будучи иностранным агентом Напал Вот официальная позиция А я же не говорю, кто на кого Я вообще Вот в принципе Мы же даже не обсуждаем СВО, не СВО Вот в целом Можешь подробнее объяснить Почему, как тебе кажется Геополитика и позиция Запада Сыграла во многом роль в начале? На самом деле все очень просто И опять же повторюсь Я удивлен, что спустя год Некоторые люди, которые касаются аналитики Данных событий До сих пор не могут Некоторые вещи просто признать И это странно, потому что Эти вещи, они правдивые Мы о них знаем Это не пропаганда, это факты Меня часто обвиняют в том Что я когда говорю какие-то вещи Которые просто происходили Мне говорят Да ты там, не знаю Путину продался и так далее Ну подождите, друзья Давайте просто как бы сухо посмотрим Есть факты 91-й год распадается Советский Союз Доктрина Вулфовица 92-й год Сливается в газету New York Times Как в апреле, кажется Я вот сейчас Коротко о ней можешь рассказать? Доктрина Вулфовица Она провозглашает Новую политику Оборонного планирования Соединенных Штатов Америки В этой доктрине Которая была принята Несколько в переработанном виде После того, как ее слили В New York Times Было черным по белому написано Мы постараемся Всеми силами Не допустить возникновения Любого потенциально Враждебного государства Соразмеримого с Советским Союзом И будем делать все Для того, чтобы это государство Ограничить Приглушить И не позволить Этому государству Стать региональным гегемоном То есть политика Соединенных Штатов Америки И это правда Опять же Это не какая-то пропаганда Не выдумки Я удивлен на самом деле Что наша российская пропаганда Не делает упор на такие факты А больше играет На эмоциях людей Пытаясь Очень странно иногда Тезисы подать Мы тоже, наверное Про это еще поговорим Я просто считаю Что можно исходить Из абсолютно Фактических Достоверных сведений И продвигать нашу российскую позицию И не обязательно для этого Манипулировать С ложью И обзывать Я считаю, что фактов Достаточно Для того, чтобы Как минимум Подсветить эти факты Для людей Которые, может быть До сих пор Спустя год Не могут разобраться Что происходило Соединенные Штаты Америки После распада Советского Союза Всеми силами Решили Внедрить В этот мир Политику Чтобы не допустить Возникновения Любых региональных гегемонов Будь то Россия В обновленном виде Будь то Китай У нас есть записи Там архивные Джо Байдена Которые вот Если просто Посмотреть и послушать Сейчас Вот то, что говорит Действующий президент Соединенных Штатов 25 лет назад Который говорил Что да, сейчас Россия в слабом состоянии Но никогда Не говори никогда И мы будем Делать все Для того, чтобы Ограничить эту страну И не дать ей Отстаивать Какие-либо свои интересы Все это звучит Как действительно Какой-то пропагандистский тезис Но прикол то в том Что это правда И мы не можем Эту правду игнорировать И те люди Которые там Про которых я снимал ролики Про некоторых там Уехавших наших граждан Я не против Что вы уезжаете Но я не против Что вы обозреваете Эту ситуацию Я не против Ваших либеральных взглядов Я против Манипуляции И против Искажения хронологии Если вы За целый год Ни разу Не рассказали Про все Про вот это И единственный Ваш тезис Что все это началось Из-за того Что кто-то Например Поехал там Кукухой Или Захотел Показать Продемонстрировать Миру свое Эго Свою мачизм Но это Просто неправильно Это некрасиво По отношению К вашей аудитории Это уровень анализа Екатерины Шульман Привет я огромный Ты очень такую Важную фразу произнес Та сторона Условно та сторона Я опять же Не даю никаких оценок Эмоциональных Что это за пропаганда Опять вот эта пропаганда Я могу объяснить Почему Потому что Мы на бытовом уровне Никогда подобными Масштабными проблемами В разрезе нашей планеты Просто не интересовались Для нас Для всех Это был пустой звук То есть главная Контраргументация На тезис Который я озвучил Это Ну не напали же Ну не напали бы же Ну то есть Ну а что вы думаете Что вот так взяли бы и напали Ну это как бы Вот мышление категории Вкл-выкл Черное-белое 0-1 Ну стратегическое мышление Прям видно Ты понимаешь в чем дело Что когда страна Ни один президент мира Не должен позволять Ситуации Когда страна окружена Базами потенциального Идеологического противника И никто не знает Что будет через 20 лет Через 30 лет Может все поменяться А базы-то останутся То есть ни один президент Будь то Американский президент Или китайский президент Не позволил бы Выстроить вокруг себя Вот на нашем Условно примере На постсоветском пространстве Везде база И единственный случай В истории Точнее не единственный Безусловно Но наглядный случай Когда это происходило С нашей страной Это когда Советский Союз В ответ на размещение Баз Америки В Турции Поставил свои базы В суверенном государстве Ракеты Там были ракеты Которые доставали Вот смотри Моментальной реакцией Соединенных Штатов Было объявление Военной блокады Это суверенная страной Это суверенная страна Это к аргументации Вот Юрий Ду Часто использует Эту аргументацию И в выпуске Скучера Он ее использовал Что бы ни происходило В государстве Независимом Мы не должны туда Сувать нос Подожди Но если там Никогда вообще И тем более Когда огромное количество Проблем Внутри Своей страны Не Решено Это правило Которое Должно Работать И по которому Мир В целом В общем Старается следовать Прекрасно Можно я тебе пример приведу Ты живешь в доме И в соседней квартире У тебя Не твоей Взрослый мужик Как сказать Помягче Бьет свою жену Ты вызывал милицию Раз Приезжали Два Три Ты понимаешь Что ты в состоянии Этого мужика врезать Чтобы он успокоился И сказать Что если еще раз Врежу сильнее Это нормально То есть Право сования Монополия на сование Есть у одной Победившей Холодную войну Страны Правильно я понимаю То есть Они вот имеют Право совать Свой нос Куда угодно А мы не имеем Права даже условно Ответить на это То есть Так получается Но вот если Просто сухо Раскладывать У стран есть Свои геополитические Интересы Америка Ставила Безусловно Своей целью И эту цель Преследовал бы На самом деле Почти любая страна Которая смогла бы Стать международным Мировым гегемоном Сдерживать развитие Других потенциальных Идеологических Противников Вот это конструкция Которую мы должны Принять как правду Принять как факт Я не знаю Как ты относишься К Познеру Не знаю Как люди в этой студии Относятся К Познеру Но у Познера Было несколько Очень конструктивных Фундаментальных Выступлений На эту тему Про которую Мы сейчас с тобой Говорим В 2018 году Он выступал в Еле Два часа Геополитического разбора Есть Джон Мершаймер Который не ангажирован Кремлем Знаешь Меня больше всего удивляет И удивляло в начале Когда я еще Не разобрался Окончательно во всем И не узнал Какие-то факты Которые я знаю сейчас Что каждый раз Когда я встречался С какими-то Действительно Это плохой аргумент Потому что это апелляция К авторитету Но я все-таки его скажу Я встречался С разными историками С философами И так далее И каждый раз Когда я озвучил Какие-то аргументы Которые сейчас звучат С той стороны Они говорили Ну ты что Ну это наивно Так считать Я считаю И сейчас обращаюсь К людям Которые создают Все вот эти Псевдоисторические Псевдоаналитические Разборы Ну друзья Вы фантазируете себе Мир Которого на самом деле Не существует Вы просто идеализируете Свой мир Безусловно я понимаю Что в голове Тамары Эбельман Никто ни на кого Не нападает Потому что она Сама по себе Такой просто Воздушный человек Понимаешь И мы всегда Это наша главная ошибка Экстраполируем Своё мышление На всех И на всю ситуацию И на весь мир Эти люди Они фактически Проводят экстраполяцию Своего мышления На всех То есть они считают Что если они Вот такие вот Пацифисты Там миротворцы То все наверное Примерно такие Только кровожадные русские В 22 году Спят и видят Напасть на кого-нибудь Напасть на кого-то Завоевать весь мир То есть я против Этой мыслительной конструкции Вот смотри Давай еще раз Разберем эту историю Один Не один А умные люди Говорят Что перед тем Как кому-то Объявить войну Всегда предлагай мир И в 95% случаев У тебя во-первых Получится заключить этот мир А может быть Ты еще даже Партнером Станешь и союзником Ты вот сейчас Значит Свои позиции Сказал о том Что несколько раз Россия пыталась Частью стать западом Мы можем вспомнить Историю про то Что в начале Своего президентства Владимир Путин Был одним из первых По-моему даже первый Кто направил помощь Соединенном Штатном Америке В контексте Афганистана Что он в ответ На это получил Вот на самом деле Извини что я тебя прерываю Это просто важный момент Поздно об этом заявляет И я хотел бы это повторить Назовите мне Хоть одно агрессивное действие Со стороны СССР Или России По отношению К Соединенным Штатам Америки С 1985 По 2007 год Когда Путин Выступил в Мюнхене Со своей речью Вот хоть одно Агрессивное слово Или действие Которое могло бы Культивировать желание Штатов Пытаться вот Нас таким образом Притеснить И как-то ограничить И посчитать Что мы агрессоры Ну хоть одно действие Назовите мне пожалуйста Ну вот просто По факту Вот например Это сделала Россия Просто мы имеем то Что в 2001 году Путин поддержал Дальше Штаты Отказались Ратифицировать Договор по ПРО В Европе Просто вот В одностороннем порядке Вышли из договора по ПРО Вышли из договора по ПРО Потом начали выходить Из других договоров Там же была тоже Такая же информационная Компания мощная О том что Русские вторглись в Грузию Там чуть ли не Белисси собираются Взять и так далее На уровне Европейского Союза Была создана целая комиссия Которую возглавил тогда Президент Франции Николай Саркази Которая пришла к выводу Что Та самая Восьмидневная война Вот эта Российская агрессия В отношении Грузии Была начата Грузией Из-за нападения На Южную Осетию Никто естественно Из основных средств Массовой информации Выводы этой официальной комиссии Не рассказывал И более того В нынешних новых документах Санкционных В отношении России Одной из причин Еще там До начала Специальной военной операции Знаешь что указывалось В европейских документах Нападение на Грузию Как это может быть трактовано Кроме как Агрессивное действие По отношению к государству Националистическое действие По отношению к государству Юра Дути Условный Юра Дути Коллективный Тоже иностранный агент Признанный Минюстом Скажет тебе следующее Ну это же другое государство Они имеют на это право Да там есть половина Русскоязычного населения Но другая страна Он приводит пример Что если бы в Хабаровске Ну конечно Юра Ты абсолютно прав И Кучер ответил тебе Правильно Что если бы в Хабаровске Кто-то пинал бы Китая язычных граждан По признаку Языковой принадлежности То Китай Совершенно точно бы не промолчал А если бы где-то в Мексике Ущемляли бы Дискредитировали Или там я не знаю Мы видели Можем там показать Все эти ролики Что творилось тогда В 2014 году Мне самому сложно было Признавать эти ролики В первую волну Обсуждения всей этой темы Когда русских там людей По какому-то подозрению В сотрудничестве с российскими властями Засовывали в мусорные баки Это нормально по-вашему? Или у вас такое мнение Что это нормально Потому что Америка победила В холодной войне Потому что там есть Айфоны, технологии Да, это здорово Но технологии, айфоны Их прогрессивное технологическое развитие Не означает Что они имеют Монополию на насилие И монополию на такие действия Это не равно этому Потому что В моем представлении Из-за рассудочного мышления В головах людей Есть вот такой вот водораздел А, у них там все у себя здорово Да, классно Поэтому они имеют право Везде совершать что угодно Что хотят И они сделают нам так же, как у них И они сделают нам так же, как у них У нас тут будут сразу же в России Как бы у всех айфоны Там телефоны То есть Ну, вот так вы думаете Да Просто если так То это очень наивно И это опять же тот самый Вкл-выкл Тот самый черно-белый мир Те самые иллюзии Которые ни в коем случае Не сопоставляются С нашей действительностью Которую опасно отрицать Не просто нельзя отрицать Нашу действительность Ее опасно отрицать Это как раз таки Вводит нас В состояние вот этого Когнитивного искажения В состояние вот этого Помешательства Когда мы не понимаем Что за события происходит Как были у нас Все эти состояния В первую неделю Когда нам казалось Что мир рушится Это не мир рушился Мир как был Так и есть Это наше представление О мире разрушалось Из-за того Что картина мира Была не проработана Она была иллюзорна Она не была достоверна Вот в чем проблема Поэтому я выступаю Категорически за то Чтобы картина мира У людей Была достоверная Чтобы не опускались факты Чтобы не было Манипуляции хронологией И в то же время Я настаиваю на том Что говорить И критиковать Нужно не только там Лишь одну сторону Одни Соединенные Штаты Америки Нужно признавать ошибки И у себя Это то За что меня Вероятнее всего Признали иностранным агентом Потому что я Открывал рот Я говорил про то Что плохо Что несовершенно у нас С чем нужно работать Безусловно Что касаемо там Нашей пропаганды Я до сих пор не понимаю Я хочу у вас Ребята узнать Но это же не методичку Какую-то спускают сверху Когда наши Вот всякие Отставные полковники Стоят там в студиях И говорят о том Что нужно там Британию разбомбить И так далее Это зачем вот делается Все Это не идет нам В пользу Ну никаким образом Это радикализует людей Это настраивает Людей там Отрицательно По отношению Ко всем остальным Там народам Массам Это тоже Очень примитивно Этого тоже Ни в коем случае Нельзя допускать Нам это даже И не нужно Мы могли бы реально Не манипулировать На смех Интернет-аудитории Какими-то фактами Не пытаться там Обвинить Какого-нибудь Арестовича Как я сегодня посмотрел Есть передача Оказывается У Марии Бутиной Мария Бутиной Или Марина Бутиной Да Где они разбирают Где они разбирают Что Арестович Часто высовывает язык Поэтому он врет Где они разбирают Что он там Потирает кисти Поэтому скорее всего Он наркоман Там буквально Такие выводы делаются Это зачем нужно Вот я отвечаю За прогрессивную Интернет-аудиторию Я чувствую Свою аудиторию Это не только Лишь мое Какое-то оценочное Мнение и суждение Что это клоунада Это мнение Поверь мне Которому придерживается Огромное количество Людей в интернете И мы Вы Кто угодно Кому угодно Могу обратиться Потеряете аудиторию И теряете ее уже В процессе Ведения Вот этой спецоперации Из-за подобной Агрессивной Тупоголовой Прямолинейной Пропаганды Которую Можно было бы Избежать Потому что Как мы сегодня С тобой выяснили Есть факты Есть положения Достоверные О которых Почему-то Никто не говорит Или говорит Там Путин Да В своей Четырехчасовой Лекции А все вот эти Пропагандисты Они играют Просто на Примитивных Человеческих Эмоциях Ты абсолютно Прав в том Что для Твоей аудитории Такие вещи И условные Эксперты С такими Амплуа Они выглядят Не то что Даже комично А работают Во вред Но ты ведь Так же знаешь Что наша страна И наше общество Они очень разнородны Конечно Я это все прекрасно Я понимаю Твой аргумент Николай Соболев Да Я понимаю Прекрасный Твой аргумент Который пытается Донести правильные вещи Сквозь призму Синтеза Анализа Каких-то фактов Противоставления И так далее Может зайти одним А другим Нужно вот это Я сейчас смотри Я не пытаюсь Говорить про то Я пытаюсь сказать только одно Дружище Что в любом случае На какую бы аудиторию Ты ни работал Нужно избегать Вранья Старина Смотри Тут важный момент Один заключается в том Что мы когда Вот я опять же Как часть этой системы Смотри Я периодически являюсь Гостем Вот на таких мероприятиях И могу сказать следующее Во-первых Это важно Вот как бы ты к этому Не относился Ты прекрасно знаешь Что такое кликбейт Более того Николай Соболев Иногда использует Этот кликбейт У себя И в роликах Более того Оппозиционные лидеры Вроде там Канала популярная политика Такие кликбейты И используют Это вот законы жанра Нужно привлечь аудиторию Да Нет Я согласен с кликбейтами Правильный Хороший Качественный эксперт Супер-мега доктор наук Очень интересный Это вот Такой пример Очень наглядный С огромными Монографиями Диссертациями Которые долго И правильно Раскладывает по фактам За минуту Проиграет С точки зрения Привлечения аудитории И в целом Широкой общественности Мужичку Который может быть Даже вообще является Ряженым полковником Который скажет На Вашингтон Пуск На Вашингтон Ты ведь согласен с том Что вот все что угодно Можно назвать пропагандой Потому что Везде где есть позиция И точка зрения Если она у тебя В одну сторону Пропаганда это не обязательно Вранье Это в хорошем смысле слова Попытка создать картину мира Навязывание этой картины мира Своей позиции С разными инструментариями Так вот Есть государственная пропаганда Ну мы понимаем Смотри Я вот ремарку небольшую сделаю Да Пропаганда она бывает Разная Разная Но есть пропаганда Качественная Пропагандовия Понимаешь Так вот вопрос Когда мы говорим Про государственную повестку И тут глупо отрицать Конечно есть мощный Информационно-пропагандистский ресурс Но на мой взгляд Лицемерие Это заключается в том Что другая сторона Которая Как ты правильно сказал Использует тот же кликбейт Абсолютно те же Абсолютно Манипуляции Направленные в первую очередь На эмоции А не на факты И так далее За собой Пропагандистскую степень Себя признавать не хочет Она не осознает Пропагандистскую степень Очень простая история Для тебя Юра Дудь И например Илья Варламов Это пропагандисты Ну смотри А вот сегодня выпустил Ты просто еще не знаешь об этом Еще еще не знаю Потому что ролик вышел В течение нашего эфира Мы укажем естественно Ресурс Николая Соболева И на агента У нас в описании под роликом Как бы странно это ни звучало Аудитория Не надо меня хейтить Подписывайтесь на Николая Соболева В любом случае Нужно знать разные точки зрения И поверьте Николай пытается Комплексно подходить К разным вопросам И в этом смысле Не стесняйтесь Переходите Посмотрите Ну а подписываться или нет Выбор конечно за вами Спасибо друзья Я буду рад Если ко мне придет новая аудитория Я сегодня выпустил ролик Ну это самый большой ролик За всю историю моей карьеры Вероятно По хронометражу Час двадцать Это ролик Юрия Дудь Почему интервью Юры Это пропаганда И что с ней не так Потому что Я могу доказать Что это как бы пропаганда Тут далеко ходить не надо Не на час двадцать пять А на пять минут Две минуты хватит Окей За один год Единственный человек С пророссийской стороны Оскар Кучера Хронология И вся вот эта вот Систематика Приглашения гостей Ему самому Вообще окей Типа устраивает его Все Когда он говорит Оскару Кучере Что никто больше не пошел Ну Мы же прекрасно все понимаем Мы же прекрасно понимаем Что есть большое количество людей Которые пришли бы И представили позицию Которой не придерживается Дудь Гораздо достойнее Чем Оскар Кучера И разбомбили бы Юр Дудя Вот один лишь вопрос Просто один вопрос Мне не нужно там даже час двадцать А почему такие люди Не были приглашены Историки Вот все эти альтернативные Которых он никогда не зовет Выпуская там ролики про Колыму Да Выдергивая историческую личность Из исторического контекста Что делают только Ну не аналитики Не журналисты А обыватели Это такое обывательское мышление Кольба, прости Я тебя немножко остановлю На пять секунд Николай Соболев Сейчас говорит Классную штуку Про принцип историзма Что любой Историческое событие Не знаю Правителя Кого угодно Нужно рассматривать В разрезе Контекста исторического Были такие времена Были такие обстоятельства Эти люди неплохие Они да Плохие Если бы они вот сейчас Такое делали В двадцать первом веке Это то же самое Знаешь Как некоторые активисты БЛМ переворачивают Памятники Гранту Или Линкольну Глядя на них Через призму Либеральных ценностей Двадцать первого века Как мне знаешь Понравилось Люди Которые никогда Не были рабами Пытаются добиться Извинений У людей Которые никогда Не были рабовладельцами Да Люди Которые скидывают Вот эти вот Все постаменты Рабовладельцами Сами иногда Не сознают Что они являются Рабами Сами Только рабами Своих собственных Иллюзий Представлений Чей раб Юрий Адути Скажи мне Я думаю Что этот человек Во-первых Индивидуалист Конкретный То есть для него Личное счастье И таких людей Большинство Знаешь Ну как бы Та же Ксюша Собчак Которая заявила Цитата Мы просто хотим Жить в мелкобуржуазной Стране Таким людям плевать На самом деле Расколется Не расколется Им нужно Как бы сейчас Вот то Чтобы было комфортно Чтобы все дали Работать Это как В интервью Дудя Когда он делал Фильм про пропаганду Прозвучала такая фраза От его гостя Он сказал Это мне очень понравилось Он сказал Нам пытаются объяснить Что есть интересы Выше наших личных Что есть какие-то Государственные Общественные интересы Которые выше Наших личных Я такой Да Представь себе Есть и такие интересы Которые могут быть Выше наших Личных Эгоистичных интересов Есть цель Возможно И взгляды на цели И на наше существование Которые Полагают Что общественный интерес Действительно Стоит выше Чем личный Вы этому удивляетесь Вы не слышали Про коллективизм Вы думаете Что во всем мире Только так Только ради счастья Мы двигаемся И самое главное Это только Наша личная Прямо здесь И прямо сейчас Это один идеал Юрия Дудя В моем представлении Что еще Как еще ты можешь Препарировать Юрия Дудя С точки зрения Того Что он сам Является Ярким образцом Пропаганды Помимо Оскара Кучера У него просто Мышление Основанное В первую очередь На чувственной Составляющей То есть На эмоциональной То есть Как говорил Киселев В 99 Еще году Меня зовут Дмитрий Киселев Журналиста Нельзя отделить От этики Но людей Которых вы видите На экранах Нельзя назвать Часто Журналистами Потому что Часто Это просто Агитаторы И агитатор Автор Памфлета Либо это писатель Имеет право На это Так же Как художник Имеет право Покрасить картину В красный цвет Всю Целиком И сказать Что Я так вижу мир У меня такой Авторский взгляд Но журналист Не имеет права Потому что Задача журналиста На мой взгляд Это Показ Верных пропорций Мира Это показ Всей картины мира Так что Проблема в том Это скорее Проблема публики Которая Смотрит на экран И Должна понять Кто перед ней Журналист Или агитатор Мы все-таки Говорим о Профессиональной Журналистике Именно Если говорить О People have it То он будет Хавать постоянно Снижение Уровня Еще пошли Еще галее Еще Любой Эпатаж Любое снижение Планки Любое снижение Не знаю Морали и правил People Будет хавать Но Тогда в один прекрасный момент Мы обнаружим себя Просто в грязи Купающимся Как свиньи И будет такое общество И будем хавать Друг друга Вместе с грязью И вот там Мы себя найдем А ниже уже Опуститься будет нельзя Это тоже Неплохо Нехорошо Это просто Это так Но Меня просто удивляет Что эти люди Не признают И не видят Этого за собой Но и не хотят Видеть при этом То есть Юра не может Позвать Там ни Клима Жукова Ни Гоблина Ему не интересно Он что думает Что эти люди Зазомбированы Он что думает Что это Те люди Которые просто Ностальгируют По Советскому Союзу Поэтому они критикуют Его фильмы Про Колыму И так далее Он так считает Действительно Просто у меня были Разные мнения Касательно нашей истории Касательно личности Сталина Это об этом поговорим И так далее У меня были разные мнения И мое мнение Революционировало Оно безусловно Менялось И как раз таки Менялось Посредством разговоров С людьми Которые чуть больше Знают об этой эпохе И которые как раз таки И научили меня Мыслить Через призму Вот этого Как угодно можно называть Можно сказать Диалектический материализм То есть Что развивается Вот таким образом Наша цивилизация Вот эволюция Такими шагами У Николая Соболева Инструмент познания Диалектический материализм В интервью С Ксенией Собчак Вы это не услышите Она это вырежет Да К сожалению Поэтому спасибо большое То есть это же Стоит признавать Это как вот еще Вот мне понравилось Сказал Как раз таки Гоблин с Жуковым Когда сидели Что Антисоветчик всегда русофоб Это как бы шутка такая была Но если мы отрицаем Нашу историю Через призму Либеральных ценностей Заявляя о том Что у нас были Кровожадные гулаги Голодоморы И вообще Советский Союз Что это такое Там Еда по талонам И так далее Ну Да Ты получается Являешься русофобом Если ты настолько Не понимаешь Наши истории Если ты настолько Не понимаешь Через что прошла Наша страна И почему Было именно так Не потому что Просто какие-то Большевики Высадились к нам Из космоса И Вергли страну В террор Исходя из своего Личного желания Наказывать людей За три колоска Ну Вот такая у вас Мыслительная конструкция Ребята Очнитесь Давайте мы просто Ну как бы посмотрим В какой Извиняюсь Жопе Была наша страна Российская империя В начале 20 века Это 95% Необразованных людей Мы Дольше всех Задержались Вот на этом этапе Абсолютной монархии Мы Дольше всех Перестраивали Свои внутренние Политические институты Для того Чтобы подготовиться К неминуемой Войне 20 века Мало кто знает Это что Сталин с 1928 года Готовился к большой войне Но только не против Германии А против Англии То есть Британия Серьезно Значительно нам угрожала А мы в свою очередь Угрожали Британии Вот этой идеей Мировой пролетарской революции Это тоже нельзя опускать Все эти моменты Нужно подсвечивать И безусловно Когда человек Говорит Люди Там работали Бесплатно В этих лагерях Блин Мужик Нашей стране Угрожал Как вот сказал Другой известный деятель Константин Семин Не бизнес план А план Ост То есть ты Семина смотришь? Ну Семина Я всех смотрю Гоблин Клим Жуков Константин Семин У нас на Метаметрике были Смотрите выпуски с ними Классный референс Я безусловно Естественно Смотрю всех Я смотрю всех И с той стороны И с этой стороны Историков Которые там Более либеральные Вроде и Талиманы Смотри важный момент Вот как я тебе сказал Что ма*** является Некой точкой отчета Понимание того Как человек смотрит На мир Да Сквозь какую призму Либо госпереворот Либо это революция Достоинства Светлая Правильная И хорошая Вот советский период Начнем С первой даты Октябрь 17-го года Во-первых Прости пожалуйста Это не квиз какой-то Не викторина Но Знаешь ли ты Кто свергнул царя? Ну Изначально Пришло В февральской революции Либеральное правительство Керенского Поверь 90% Молодежной аудитории Я просто общаюсь И в свое время преподавал Думаю Что царя Сверг Ленин Ну и большевики Ну да Понятно А потом дальше Была большевистская революция И у либералов на самом деле Была возможность Я об этом в ролике Как бы рассказывал Что друзья мои Ну как бы вся проблема Наших российских либералов Заключается в Их идеализме В том что они не учитывают Очень часто Вот этот исторический контекст И правительство Керенского Естественно упустило Свою возможность Потому что они долго Очень сидели Заседали в кабинетах Теоретически разрабатывали Вот этот план Прекрасной России Будущего Но на фоне Сталина Они оказались просто Реакционными Илья Октябрь 17-го года Что это для тебя? Давай попытайся Комплексно Может быть с эмоциями Может быть что-то Вот все-таки Октябрь 17-го года Крайне значимая дата В истории нашей страны В истории вообще всего мира Но нашей страны особенно Что это для тебя? Это безусловно Очень прогрессивный шаг На тот момент времени То есть Ну как мы знаем Социализм Была супер популярная И коммунизм Была супер популярная идея Которая Как сейчас бы сказали Была на хайпе В нашей стране И там Начиная с середины 19-го века Когда Виссарион Белинский Когда Герцен Развивали эти идеи А кстати говоря Достоевский Я не помню Упоминали мы сегодня Достоевского или нет Потому что я вот только что Перечитал несколько томов Он высмеивал коммунизм То есть он говорил о том Что у них тоже Как бы есть представление Определенно идеалистичное О том Как все это должно выглядеть У него в преступлении И наказании Есть персонаж Лебезятников Который живет Служином Если помнишь Их идеологии Вот он очень восторженно Отзывается О коммунистической Вот этой революции Обо всей Дальше была Народная воля Покушение на Александра Второго То есть все это назревало Из-за очень серьезного Социального расслоения Которое было в нашей стране Это опять же стоит понимать Очень бедные крестьяне Причем крестьян стало Значительно больше бедных После 1900 года Когда в деревнях появилось мыло И население Российской империи Выросло на 50 миллионов человек При правлении Николая Второго То есть появилось огромное количество По-прежнему необразованных людей На настроениях которых Естественно хотели сыграть Изначально там листовками А дальше уже Ну вот опять же Мы же знаем Откуда все это там взялось Были идеи Маркса Были идеи Энгельса Вот их решили применить Некоторые проактивные Политические деятели Которые разработали эти концепции И в общем Второй вопрос важный Опять же для понимания Значит с октябрем Но есть одна проблема Просто есть одна проблема О которой я должен сказать Просто дело в том Что исходя из трудов Энгельса Ты знаешь как это все Ты читал Труды Ленинг Чепачивать по-честному Прямо вот Труды Энгельса Вот именно сами труды Я естественно изучал идеи Я естественно изучал идеи Многих философов Включая там Канта Фихте Шеллинга Гегеля Который был учителем Энгельса Насколько я понимаю У него был диалектический идеализм А в общем-то Мы из-за феодального Советского Союза Важный тоже уточняющий вопрос Видно что ты погружен в контекст Это правда импонирует Ленин Чей шпион Британский или немецкий Я не знаю честно говоря Вот я поражаюсь людям Которые вот как раз У Дудя было интервью с Лимоновым И Лимонов ему Очень четко сказал Все-то вы знаете Кто за кого Кто где Кто под кем И так далее Я вот ничего не знаю Юрий Ну вот я вот так же тебе скажу Понятия не имею Чей был там шпион Ленин Я думаю что это был человек Очень проактивный И погруженный Вот в эту прогрессивную Прогрессивнейшую на тот момент времени Идею которую он захотел воплотить И которая казалась ему Безусловно справедливой Историческая наука Просто не сохранила Опять же это Я руководствуюсь этой позицией Реальных свидетельств Ни одного исследования О том что он был там Немецкий Да я не знаю кто об этом говорит Вообще это смешно обсуждать Это важная история Особенно в наше время Согласись Иностранный агент должен Говорить о том Важнейший момент это другое Что когда вы говорите Что создание Советского Союза Вот там Да даже я это произносил Да то есть ну вообще Я переосмыслил Немножечко этот момент Вообще говорить что это была Серьезная Геополитическая Ошибка Ужаснейшая ошибка В нашей истории Неправильно Потому что Скорее всего Если бы не было Консолидации Не было индустриализации Не было бы коллективизации Теми темпами Которые были запущены Сталином Страна бы просто Не успела подготовиться И не смогла бы Дать отпор Врагу в 39 Страны бы вообще не стало И в 17 Страны бы скорее всего Да если бы Мы можем наверное Я не люблю Вот эти сослагательные наклонения Потому что история Не терпит этих наклонений Но скорее всего Если бы либералы Каким-то образом Удержались бы при власти Хотя бы этого не произошло Безусловно Потому что было такое время Наша страна бы Ну ни в коем случае Не выставила Поэтому когда вы говорите Что это Серьезная Геополитическая ошибка Вы не учитываете Но тем не менее Надеюсь на твою искренность Твои политические взгляды Если не в целом Одним словом Я правый, левый Центрист, лоялист И так далее Тебе близки идеи Социальной справедливости Близки тебе идеи Связанные с классовой борьбой Особенно учитывая Нынешние обстоятельства И прямо скажем История про разделение на классы На такие страты Для России она очень актуальна Ты понимаешь, что главная проблема Устранение вот этого Социального разделения Посредством внедрения Философии Социализма и так далее Заключается в том Что все равно Общество разделяется на классы Главная претензия Что все равно есть тот Кто влавствует Одно дело просто Диктатура пролетариата Которая является большинством А другое дело Диктатура людей Долгое время До того, как я начал Интересоваться философией Я увлекался нейробиологией И генетикой Да я сейчас как бы Очень уважаю эти науки Я знаю только одно Что вот это стремление К социальной иерархичности Оно естественно Не только для вида хомо Но и для почти что Всех видов на нашей планете То есть вот эта вот Иерархичность И разделение Создание разных классов Оно есть как у ворон Как у волков Как у львов И так далее Понимаешь? Поэтому Поэтому ты социальный дарвинист? Иногда Нет Я не социальный дарвинист Похоже По крайней мере Ни в коем случае нет Безусловно Мы не можем отрицать материализм И то, что бытие у нас формирует Есть идеалистическая позиция Да Я ее тоже придерживаюсь Я просто не знаю Как У нас нет ответов на эти вопросы Вот как ты говоришь Там про Ленина Нет вопросов Также у нас нет вопроса На то Есть ли свобода У нас Есть ли свобода воли То есть Некоторые заявляют Что все природно Детерминировано Да Детерминировано Внешней средой Такие люди фактически Исключают нашу свободу Некоторые идеалисты Заявляют о том Что есть Трансцендентальная свобода Это позиция Которой придерживался Там И Мануил Кант И многие известные идеалисты Которые вещали Об абсолютном духе И так далее Мы не знаем И это антиномия На которую Не будет дан ответ Вероятно Поэтому я полагаю Что нас формирует Как Вот то Что ты назвал Социальным детерминизмом Окружающий мир Причина Следственные связи Материальные И нас формирует Безусловно Дух Безусловно Я не сказал бы В том контексте В том Что это точно так Но у нас есть Такое положение В голове Что мы свободны Дух Дазайн Ты еще и это читал Тоже Конечно Интересно Дазайн Дазайн Хайдегер Да Я не читал Точную интерпретацию Дугина Но я понимаю О чем безусловно Идет речь Вот И поэтому Мне очень сложно Отвечая на твой вопрос Сказать Я придерживаюсь Этого Или этого Потому что Моей целью Является Выяснить Постараться Выяснить Как есть Хотя я знаю Что я никогда Не узнаю Точно как Поэтому Здесь я Немного скептик Вот если про мои Взгляды Конкретно Я придерживаюсь Некой скептической позиции В данный момент Времени Она может измениться Стараясь ответить На вот разные Фундаментальные вопросы Я к сожалению Понял Что Мы всегда будем Пытаться найти ответ Но как будто бы Наш мир устроен так Что мы никогда Не найдем А что вот правильно Смотри Какое из течений Может быть Какое из Исторических деятелей Тебе ближе всего Вдохновляет тебя Больше всего Может быть Какое-то событие И так далее Вот давай вот В этой плоскости Это не обязательно Это не говорит о том Что если тебе нравится Ленин То ты там большевик И так далее Или если тебе нравится Французская революция Ты любишь решать проблемы С помощью гильотины Но вот Какие-нибудь такие истории Которые Тебе Очень Ну Нравятся Ты вдохновляешься И считаешь Что В общем Очень интересный Был эпизод Ну Франклин Рузвельт Надо сказать Во время Второй мировой войны Оказывал Очень Положительное влияние На развитие Там всего То есть Как бы Его решение Они были Ключевыми Во многом Я бы сказал Что Знаешь В чем дело Тут люди разные Навешивают Самые такие Тупоголовые ярлыки Каждый раз Когда ты отвечаешь На вопрос Но Безусловно Я не могу не признать Что без личности Сталина И без Вот этого жесткого кулака Просто есть обратная сторона Медали О которой мы не говорили сегодня Ну Репрессии Но они существовали Да Мы не можем их отрицать Конечно Сейчас опять же Взбудоражу Всю вот эту вот Либеральную общественность Которая не видит Ничего Кроме них Я вижу Я хотел бы отметить Это Ну ты видишь Тоже прости Ты видишь миллионы Расстрелянных лично Сталиным Знаешь Есть такой мем Либо Все-таки Да Репрессии Это трагедия Это нельзя вычеркнуть Это безусловно было Но масштабы репрессии Опять же Они разные В зависимости от точки зрения Ну понятно То есть Ты не миллионы лично Расстрелянных Сталина Лично Сталина Нет Не миллионы Это как интервью Дудя Я просто пересмотрел Сейчас все Поэтому могу сразу же К ним апеллировать С Грудининым Где Дудь сидит и спрашивает Ну Сталин убийца Сталин преступник А Сталин убивал людей А приказы Сталина убивали людей Он все пытался подобраться К ответу На вопрос Который он озвучивает На самом деле Для своей аудитории Просто как бы Пытается Я говорю Дудь не пытается выразить гостя Дудь пытается выразить В интервью свое отношение К гостю И сказать Вот ребята Как правильно Вот так вот и думайте А если что-то идет в разрез С его представлением Уже получается плохое интервью Нет То тогда гости Они не соглашаются приходить В таком случае Да Они просто Ну Да Ну конечно безусловно Нельзя не похвалить Вот те темпы Которые были иногда Кровавые Имели кровавые последствия Там индустриализации И коллективизации Которые были тогда Необходимы Потому что В моем опять же Представлении В моей картине мира Если бы этого не произошло То мы бы просто могли бы Здесь даже не сидеть Поэтому я не могу Вычеркнуть этот этап Из нашей истории И не могу Выделить наверное Более экзистенциально Фундаментальный этап Понимаешь о чем я То есть это был Самый ответственный момент Ну до сих пор Который происходил В нашей истории Что касается Политических лидеров Я наверное больше Никого называть не буду Махмад Ганди Лютер Кинг Ну я не знаю Мартин Лютер Кинг Не ну безусловно Конечно Ганди Кинг Вдохновляют тебя И в принципе Ты видишь в них Великих исторических деятелей Которые тоже Изменили мир Это не я их вижу Великими историческими деятелями Который призвал всех Обратить на проблемы Меньшинств Ну на афроамериканцев Что ты помнишь из 90-х? Коржи Дурно пахнущие Смердящие Понимаешь? Какие смыслы Какие паттерны Пространство для манипуляций Блондитский Петербург Вытащить позвоночник В нынешней ситуации Мы все прекрасно понимаем Сокрушительно проиграем Как изменилась Россия А почему так? А почему так? Это цены на нефть А почему здесь опять то же самое? Сокрушительно пространство для манипуляций Ной Сокрушительно пространство для манипуляций